МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казан – полезная вещь в походе. Его можно установить между камней, над любой ямкой. Но лучше, конечно, иметь специальное приспособление. Таган – это такой треножник, в котором устанавливается казан, в котором он очень уютно усаживается, подобно правителю, на престол. И даром слово «таган» созвучно слово «так» по-казахски «трон». Казан – древний сосуд. Язык не поворачивается назвать его кастрюлей или даже котлом. Хотя именно так именуют его археологи, точнее именуют свои находки, датируя эпохой раннего века железного, где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры. Находки представляют собой бронзовые котлы на тонкой ножке, типичные реликвии скифосарматской культуры. В условиях непрерывных передвижений эти прочные сосуды были удобны для приготовления пищи на костре. Они имели особую форму – полусверическое тулово и сравнительно высокую коническую ножку, дающую возможность ставить котел на землю, обкладывать его дровами или хворостом и поддерживать под ним огонь. Не исключено, что в древности кочевники использовали и другой способ приготовления пищи в котлах. Например, подвешивали его на деревянной перекладине, поставленной на упоры. Зам, что в те стародавние времена, что в наше время вещь бесценная. А тогда наверняка был предметом роскоши. Его заказывали мастерам, скорее всего, собирая деньги в складчину. Поэтому он становился достоянием ни одной семьи, а потом целого рода, а потом и целого клана, а затем уже становился символом власти, достоянием правителя, вождя, который выбирал из этого казана лучший кусок мяса. И начиная с древних гунов Центральной Азии, вплоть до кочевых империй тюрок раннего Средневековья, такие казаны служили символом власти, единения рода и племени. Любопытны в этом плане легенды, связанные с названием города Казани, где явно прочитывается эта параллель сакрального сосуда с представителем власти или божественной силой. Согласно одной из легенд татарского народа, люди, не зная, как определить место будущего города, обратились к известному вещему старцу. Мудрый провидец удивил их своим советом. Город нужно заложить в том месте, где казан с водой, врытый в землю, сам собою закипит. Долго искали такое место и все же нашли. Котел с водой, без огня, закипел в месте, где речка Булак впадает в казанку, то есть там, где сегодня стоит столица татарии, город Казань. Существенная деталь татарской легенды. Казан должен закипеть. Тем самым проявить свою жизнедеятельность. И здесь хотелось бы обратить внимание на лежащий вроде на поверхности образ, обозначение желудка в организме человека. Он так и зовется по-казахски. Ас-казан, то есть казаном, в котором переваривается съеденная пища. А желудок, как известно, находится в эпицентре нашего тела, там, где и пупок. Согласно древнеиндийскому мифу, божественный гигантский лотос, представляющий собой творящую силу, вырастает из пупка великого вишну. И мифический центр нашей планеты мы тоже называем пуп Земли. Следовательно, ас-казан прямо связан с эпицентром рождения энергии в человеке. То есть он и здесь выполняет родильную функцию, питая нас животворной энергией. И в быту казан является образом дома, семьи, естественно, воспринимался как живое существо, которое тоже надо питать. Это следует из обычая казахов не оставлять казан пустым, то есть голодным. Казан символизировал собой достаток дома, изобилие, отмеченность небом. Поэтому казан никогда не должен пустовать. Даже если в нем не готовят пищи, на донышке обязательно должна быть толика масла, чтобы благодать не покинула дом. И уж, конечно же, его нельзя переворачивать вверх дном, то есть практически убить его. Вот почему перевернутый казан, так же, как и перевернутый шанрак, реставрил собой смерть его хозяина. Знание этого ветхозаветного правила придает глубокий смысл стихотворения лжаса Сулейменова, которое он предварил эпитетом. Вблизи чеченского села Бамута найден самый древний в мире котел. Когда-то в нем варилось мясо Тура, он гостя выделял в семье всегда, Он горд, когда он полный И сутулый Казан мой Перевернут он тогда. Но он дошел до нас не перевернутым, Он устоял, Он полон был землей, Землей чечни, Как кости перемолотой, Горячей, выкипающей землей. И в финале стиха звучат горькие строки поэта. Холмы, холмы, О горы моей родины, Как опрокинутые казаны. Казан – символ семьи. У казахов сохранился обычай дарения казана молодоженам. Готовясь к финальной части свадебного церемняла, для молодой счастливой четы ставят отау-ю, новенькую юрту из ослепительной белой кашмы, украшенную разноцветными лентами и кистями. Отныне это их дом. Мать жениха приносит с собой горящие угли и возжигает огонь в юрте новоселов. Отныне вы начинаете самостоятельную жизнь и дохранит вас огонь нашего очага. Благословляет она молодых. При этом молодым передавался в наследство малый казан. То есть, если большой казан символизировал дом отца, то малый – дом сына. Следующий обряд, в котором казан вновь выполнял сакральную роль – это хлопотливая, хорошо организованная магия вспоможения родом беременной женщины. На роженице развязывали всевозможные узелки, распускались волосы, в доме открывались крышки сундуков, всех видов посуды, а казан, как ни парадоксально, тоже рожал. Наполненный водой, тужился, стараясь как можно быстрее закипеть, женщины, присутствующие при этом обряде, подгоняли его и роженицу вопросительными возгласами, как на паре, «Карахазан туама, карахатн туама». Кто вперед родит, казан или женщин? Чрево казана в мифопоэтическом контексте олицаряла собой чрево дома. Именно в него, по представлениям кочевников, улавливалось небесное семя – кот. О сакральной связи казана с потусторонним миром свидетельствует казахская поговорка «Карахатн Карахатн 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 Казан сорока ушками вмещает в себя мясо священных сорока копылиц. Мы уже говорили, как вы помните в отдельной передаче о сакральной этимологии числа сорок. Эти нереальные измерения его мощи еще раз подчеркивают мифологическую родословную казана. Легендарные свидетельства, бытующие до сих пор в народе, сохранили сведения о том, что огромные ритуальные котлы участвовали в самом главном обряде жертвоприношении самому быстрому божеству на небе солнцу, которому приносились в жертву самые быстрые животные на земле, золотисто-рыжие кони, солнечность которых подчеркивалась золотым одеянием священных животных. Казан, как и самовар на Руси, обязательный атрибут домашнего обихода. Он царь дастархана, символ единения, собирания всей семьи за общим столом. Пища, приготовленная в ритуальном казане, обретала сакральное значение, а с молитвами и алгысами в честь ушедших предков арвахов, вступает в силу именно на асах, поминальных встречах, на Тризне, где поминание предков не столько поминки по усопшему, но праздник с приглашением духов предков к общению. Мне кажется, именно так надо понимать древний обряд аса. Недаром мы и сегодня на больших асах, как на празднике, устраиваем скачки и прочие соревнования, которые большей частью таят в себе именно контекст пограничной ситуации, нейтрального пространства между земным и потусторонним миром, который представлен не столько аруахами, но всей памятью о них, героическим эпосом, который исполняется тут же сказителем. Это практически всенародное общение, диалог с потусторонними силами. Казан символ мира. И подобно тому, как призывают заключить мир враждующие стороны, обозначая поэтически этот столь желанный договор перекуем мечи на орала, так и главное оружие кочевников стрелы и копья, точнее их бронзовые наконечники, переплавлялись котлы. А котлы в свою очередь в тяжкие времена вновь обретали точенную остроту стрел и копий. Быть может потому, так мало сохранилось этих сосудов. Прах их развеялся по полям сражений, если и находят котлы, то явно припрятанные в священных местах, там, где возвышались над степью незримые храмы молитв, вознесенных к небу тенгри. Но сегодня нам известен самый большой казан, который так и называется Тай-казан, казан-гора. Он стоит в мавзолее Ахмеда Исави в Туркестане, в центре главного зала, который так и называется Казан-лыб. Уникальное рукотворное творение человека бронзовый котел весом две тонны и диаметром поверху два с половиной метра. Он вмещает в себя шестьдесят ведер. У священного Тай-казана, датируемого четырнадцатым веком, прежде была своя символическая охрана. Казан обступали девять высоких тугов, знамен с конскими хвостами. У некоторых из них имелись бронзовые наконечники с изображением полумесяца и надписями. Когда-то поэт Николай Заболоцкий написал стихотворение о красоте. Там есть такие замечательные строки. Так что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота или огонь мерцающий сосуд? Кипящий казан в сакральном смысле олицетворяет собой процесс преобразования огня, дерева и воды в животворящую пищу, посланную нам небом пенгри. да не потухнет огонь в вашем очаге, да будет мир в вашем доле. тесто только разогана искренне тесто того, . и тесто с